Всем тихой ночи! Довольно-таки нередко в комментариях можно увидеть просьбы разобрать такую вещь, как документы из Марианской впадины. Документы из Марианской впадины – это рассказ, написанный доктором Гирсом, который описывает массовое нарушение условий содержания, в результате которого мир пришел к ситуации, которая называется «мертвый парник». Какие именно объекты вырвались на свободу, не ясно. На этот счет существует несколько теорий. В одном из рассказов говорится, что это был SCP-2317, пожиратель миров, которого еще считают одним из воплощений Алого Короля. Этот монстр уничтожил все человечество, но в итоге и сам не пережил битвы. Но это в другом рассказе. В самом тексте объекта из Марианской впадины автор не стремился показать какие-то определенные SCP-объекты. Главное, что происходит – это конец света, устроенный множеством самых разных аномальных сущностей. И все это завершается огромным потопом. И, конечно же, концом человечества. Почти весь рассказ состоит из сочных описаний этих событий. Суть конца света под названием «мертвый парник» в том, что большая часть жизни на Земле погибает. Однако сама планета остается пригодна для нового заселения. Люди после этого конца света также полностью вымерли. Города скрылись под водой во время потопа. Но тут у нас остается один вопрос. А кто тогда обнаружил и читает этот документ? С описанием всех апокалиптических событий. Ну, если человечество-то вымерло. Ответ на него раскрывает всю глубину этого рассказа. Дело в том, что рассказ документа из Марианской впадины относится к SCP-2000. А это объект, также написанный доктором Гирсом и составляющий с рассказом единую историю. И чтобы понять, о чём это всё, нам нужно понять, что такое этот SCP. Начну издалека. Вот есть SCP-2602. Это аномальный феномен, который заключается в том, что при обсуждении определённого здания в Англии, люди невольно добавляют, что это здание когда-то было библиотекой. В памяти абсолютно каждого человека содержится идея о том, что это конкретное здание когда-то использовалось именно таким образом. И любой, кто пытается описать объект или рассуждать о нём, обязательно вспомнит про библиотеку. Подобное искажение памяти оказалось не уникальным. При дальнейшем исследовании фонд SCP нашёл Елустонский парк. А вернее тот факт, что ни один из работников фонда не помнит о том, что такой парк существует. И это несмотря на то, что парк это довольно популярное место для туризма в США. При этом такое белое пятно в памяти есть у членов Совета О5 и у сотрудников класса D. Да и вообще у всех, кто имеет хоть какую-то связь с SCP. Даже у работников организации прикрытия. Явление было записано в базу данных, как SCP-1422. Его открыл научный сотрудник Скрентон, который проводил эксперимент с альтернативными реальностями. Попав в другую реальность, научный сотрудник Скрентон посетил там известную в том мире достопримечательность. Тот самый Елустонский парк, а вернувшись, обнаружил, что в его реальности тоже есть такое место. Но ни один сотрудник фонда SCP не имеет каких-либо знаний или воспоминаний о нём. Внимательно исследовав этот парк, фонд SCP внезапно обнаружил там неизвестную и заброшенную зону самого фонда, которая, судя по всему, существует только в одной конкретной реальности мультивселенной. В этой зоне SCP было найдено множество самого разного оборудования, а также и документации к ней, из которой следует, что все эти машины служат воссозданию человечества в случае конца света. При этом записи говорят о том, что комплекс был использован уже как минимум дважды. То есть да, в рассказе документы из Марианской впадины описывается конец света. Человечество было уничтожено, но после этого запустился SCP-2000, и всё стало как и прежде. А ещё в этом мире апокалипсис случился уже два раза, но об этом никто не знает. Внутри комплекса было обнаружено хранилище данных, содержащее в себе воспоминания всех людей, а также база данных ДНК со всеми возможными комбинациями, которые встречаются у людей и некоторых животных. Но самое главное, найдено устройство, способное создавать клоны с огромной скоростью. Полмиллиона капсул, внутри которых за считанные дни вырастают практически готовые люди, выходящие оттуда уже во взрослом возрасте. После конца света и вымирания всего человечества, SCP-2000 просто выращивает замену каждому умершему человеку с идентичной тому личностью, воспоминания которого отличаются от оригинала только тем, что он не знает о произошедшей катастрофе, и, разумеется, ничего не помнит о своём появлении на свет из огромной машины. Ну и, конечно же, считает, что всю жизнь жил самой обычной жизнью. Сначала воссоздается весь персонал фонда, который заполняет все сохранившиеся комплексы SCP, и очищает мир как от всякой аномальной дичи, так и от свидетельств существования мира старого. Затем выбирается определённая дата, и в зависимости от того, в каком объёме сохранились останки цивилизации, все создаваемые клоны будут иметь воспоминания, соответствующие выбранному году. Поначалу всё созданное человечество под руководством фонда приводит всё в нормальное состояние, а в финале процедуры запускается массовое стирание воспоминаний о природе восстановления. Процедура эта, из-за того, что оборудование несколько поизносилось, не идеальна, из-за чего остаётся множество ошибок памяти. Например, навязчивая идея о том, что SCP-2602 некогда был библиотекой. Это не единственные следы работы комплекса. Кроме странных воспоминаний, иногда удаётся обнаружить и материальные свидетельства прошлой жизни, то, что было до этой процедуры. Например, в конце SCP-2000 написано об обнаружении разложившегося трупа доктора Клефа из Старого Мира, который лежал среди механизмов самого SCP-2000, и, видимо, поэтому не был убран или уничтожен. Также в самом глубоком месте Мирового океана, в Марианской впадине, был найден и этот документ, текст которого и записан в одноимённом рассказе. Получается, что всё нынешнее население того мира, в котором существует SCP-2000, и в котором на дне Марианской впадине находят документы, это искусственные люди, выведенные в пробирки сложными воспоминаниями. Да и люди ли это вообще? Между трупом Клефа из Старого Мира и Клефом Живущим не было генетического соответствия, а сами машины SCP-2000, как оказалось, существенно повреждены, и во время случайной активации начали производить монстров, слабо напоминающих человека. Сам Клеф, узнав о SCP-2000 и своих останках в нём, был первым, кто обо всём догадался. Есть целая серия рассказов, где Клеф, ну а вернее клон Клефа, пытается понять, что он такой на самом деле и как ему с этим жить. Мир SCP-2000 это такое измерение, где толпа вырвавшихся SCP-объектов раз за разом уничтожает человечество и устраивает потоп, после чего людской рот с каждым разом возрождается посредством гигантской клонирующей машины, со всём большим числом ошибок и отклонений с каждой новой итерацией. Многие считают, что фонд SCP создаёт при помощи 2000-го объекта сотрудников класса D, и об этом даже есть довольно большой рассказ. То есть, по крайней мере, в том мире, где этот объект существует, какое-то время так и было, потому что так удобно делает D-класс, почти из воздуха ведь. Но так было до того, как клонирующие машины не начали выходить из строя и создавать всяких монстров, а позже даже и людей-акул. Да, именно людей-акул. И к чему всё это приводит в итоге, как ни странно, показано в объектах центра пинания акул. Ведь пойманные фондом SCP члены центра пинания акул – это всегда сильно изменённые люди. А ещё есть SPC-2000, в котором описываются отдельные клонирующие установки, извлечённые из SCP-2000, производящие помесь людей-акул, которые пытаются занять место людей на планете. Так что теперь понятно, зачем их пинают в лицо. То есть да, SCP-2000 и центр пинания акул существуют в одном мире. А ещё птичья команда, то есть МОК-СССР, состоящий из птиц. Он тоже существует в том самом мире, но об этом как-нибудь потом. А вообще там весело похоже. Машина, призванная спасти в случае чего человечество, оказывается просто не способно справиться со своей задачей. На странице объекта SCP-2000 есть строчки белого текста на белом фоне, в которых написано «Похоже, вы не понимаете. Думаю, вам вообще не дано понять. Их не вернуть. Вы уже потерпели фиаско. Прекратите. Вы ненормальны. Норма – это вот это». Документ из Марианской впадины – это не единственный рассказ, связанный с SCP-2000. Вокруг этого объекта, с которого, кстати, началась традиция объектов класса Таумиэль, уже давно образовалась своя вселенная, со своими историями и концепциями. Мне вот понравился рассказ «Сын Земли» про космонавта, который во время конца света находился в далёком космосе и выжил. Он узнал, что все люди вымерли. Но сработала какая-то машина для восстановления человечества, которая создала его клон. Клон его жены и всех, кого он знал на Земле. И теперь ему больше нет места в этом мире. Есть и много других рассказов про этот бесконечно умирающий мир, который я, возможно, даже буду читать на этом канале. А пока всем пока.